Третий классник Василий Решил напасть на десятиклассников Вовы с криками Иди сюда зараза гонялся за ним по всей школе Нам показалась эта новость очень смешной Поэтому мы решили поделиться ею с вами с таким сравнением Потому что если брать по возможностям этих двух аппаратов А не странно бы там все наоборот То выглядит это примерно так В как мы его иногда называем Москва-баде В своей пропаганде дошли до стадии Которую не мог предусмотреть даже дедушка Руэлл Сообщение от так называемого Минобороны А на самом деле Миннападение АРФ Снова демонстрирует то что предел любой логики И здравого смысла полностью пройден Или как говорил наш классик Я думала что это уже дно но снизу постучались В частности Как официально доложено в Москва-баде еще 25 августа В Сирии в районе Иттанф на высоте 7 километров 200 метров Американский БПЛАМ-Q9 с англосаксским названием Риппер Опасно приблизился к российскому многоцелевому истребителю Или как мы его называем летающему ведру с болтами и гайками Су-35 Российский летчик Продемонстрировав высокий профессионализм Вовремя принял необходимые меры для предотвращения столкновения Говорится в сообщении Как именно винтовой БПЛАМ-Q9 Самолет имеющий крейсерскую скорость в 313 километров в час Мог опасно приблизиться к Су-35 Крейсерская скорость которого 800-950 километров в час А скорость сваливания около 200 километров в час Остается загадкой Как и то на кого рассчитаны такие сообщения В то же время остается лишь один вопрос Почему подобные опасные сближения не имеющих аналогов в мире самолетов Не завершаются абсолютно логичным следствием Запуском ракеты воздух-воздух АМ-9 Который вполне может использовать МК-9 для самообороны И да ребята Мы снова упираемся в один и тот же неприятный факт А именно в отрицательную смелость нынешнего руководства США Таких случаев за последний год в Сирии и не только в Сирии Было уже наверное сотни, и США и другие члены Альянса НАТО все это сглотнули А ведь им есть с кого брать пример Дедушка Эрдоган может объяснить если нужно на пальцах Как и куда нажимать и когда и куда стрелять Поэтому друзья, подписываемся на этот и на наш новый резервный канал Где нас уже больше двух тысяч И куда если ничего не изменится Мы планируем через пару месяцев перенести наше незаурядное творчество Бо напомним этому каналу шось пороблено в плане просмотров и минус 200-300 подписчиков каждый месяц Наверное, ктось приложил к этому свои потные ручонки Нас просто не видят почти все 130 тысяч наших подписчиков О чем те нам постоянно пишут Типа куда вы пропали на год А также помогаем каналу по ссылкам под видео финансово Шоп мы вообще не загнулись Доллар 2 опять кто сколько может Ну и естественно Ставим на двух каналах палец вверх Подписку и колокол И будет вам как мы очень любим говорить Плюсок в карму и огромное зачатище Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok